Всем привет, с вами Хронош. Сегодня, 13 апреля, на нашем твич-канале пройдет квест, в результате которого будет разыгран первый из трех предоставленных на розыгрыш вторых томов Хроник. Как получить остальные два, можно узнать из видео-обзора, который вышел в понедельник рано утром. Если вы смотрите это видео, значит трансляция уже началась. Обещаю вам увлекательное и сложное задание. Первый, кто сумеет выполнить все условия, получит эту книгу в подарок. Ниже будет озвучен полный текст квеста, потому если у вас не получится поучаствовать, вы также сможете испытать свои силы. Только не заглядывайте в комментарии, ибо там могут написать правильный ответ раньше вас. Запись стрима после его окончания будет прикреплена в описании видео на ютубе. Результаты принимаются в личных сообщениях на твиче в виде скриншота. Итак, давайте наконец перейдем к делу. В конце, дабы победить в квесте, вам будет необходимо найти место и произнести секретный код. Но путь Тернист придется много анализировать и исписать не один лист бумаги, а также посетить немало мест. Потому готовьте свои свитки, будем начинать. Увы, обычный искатель приключений, выходец из пыльных городских улиц столицы своей фракции. Но кое-что в вас есть необычное. Пока остальные помогают мирным жителям решать свои проблемы или вместе с солдатами совершают облавы на очередное логово бандитов, вы предпочитаете изучать мир вокруг. Каждая новая веха в жизни Великой Запредельной Тьмы интересует вас именно своей богатой исторической составляющей. Любимое занятие людей, подобных вам, проводить десятки часов в библиотеках и находить связи между происшествиями, которые на первый взгляд никак не могли быть связаны. Но вот, однажды на одной из пыльных полок Великого Архива вы нашли старый свиток. Он буквально рассыпался у вас в руках, но вы почувствовали в нем великую силу. Свиток содержал в себе краткую информацию о некоем Фолианте, известном как Хронике. И, судя по всему, после того, как свиток был составлен, еще никто его не читал. Пройдя глазами по описаниям древности загадочного Дренора, вы поняли, что никому из смертных, населяющих Великую Запредельную Тьму, такие знания недоступны. Даже Бран-Бранзаборот едва ли ведал малой толикой информации, которую вы узнали лишь из первых строчек. Вами овладело желание заполучить Хроники, и, как оказалось, свиток содержал в себе способ их получения. Дерзните пуститься на поиски Фолианта, либо забудьте о его существовании. Но если все же у вас хватит смелости, начинайте свой путь в людской крепости Тирогард. Там скрывается первая подсказка. В книге, что вы найдете, упоминается некая организация, один из лидеров которой в этой истории замешан. Хотя его имя в книге не упоминается. Он посетил довольно много мест, одно из которых будет ключевым. Но узнать, кто это и какое место загадано, можно будет лишь разгадав все тайны этого свитка. Вторую подсказку можно найти в городе, которым управляет инженер. Но разве мало таких городов? Их множество, но ведь не каждый инженер сражался с кобальдами, правда? В этом городе есть книга, в которой описано еще одно событие. На седьмой странице вы узнаете имя некоего существа. Но не оно само тут важно. Главное, в какой наряд это существо было одето перед смертью. Это и будет следующим ключом. Третья подсказка уже не книга, но вопрос крайне важный. Город Стальгорн за всю историю никто не мог взять осадой. Штурмовавшие его силы орков словно волны разбивались о скалу древних стен Хазмодана. Но вскоре гениальное инженерное изобретение правителя гномов было использовано для такой спецоперации. Тот, кто спланировал эту операцию, и является следующим ключом. Как только все подсказки будут собраны, останется лишь найти то место, в котором бывал персонаж из первой подсказки. Место, в котором находились материалы для наряда персонажа из второй подсказки. Место, где выполнялось специальное поручение персонажа из третьей подсказки. Там, куда труднее всего добраться, находится мертвец. Он укажет дальнейший путь, ведь его вид в этой истории ключевой. Существует место, что подобное мертвецу считают раем. Попал он туда или нет, это трудный вопрос, но вот вы туда попасть можете. Когда вы окажетесь на месте, произнесите имя. Господин порождений бездны, сильнейших безликих, дал это имя своему воплощению, что обретает дар полета перед смертью. Произнесите это имя у места, к которому вы в конце концов дошли, и получите свою награду. Из темных глубин вашего сознания доносится жуткий голос. Ваша душа будет принадлежать мне. Столь глубокие познания этого мира послужат высшей цели. Адар, который вы получите взамен, Фолиан. Второй дом Хроник. На этом все. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш ютуб и твич-каналы, дабы не пропустить новые видео и стримы. Вы всегда можете прийти на трансляцию и пообщаться со мной лично. На твиче у нас также есть партнерка, можно подписаться платно. Но пока... буду рад вас видеть.